В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. Карагандинцы придумали оригинальный способ контроля пассажиропотока на транспорте. Аким Карагандинской области Бауржан Абдишев провел отчетную встречу с населением. Маслихат решает, сколько будет стоить льготный проезд на общественном транспорте. Сегодня Аким Карагандинской области Бауржан Абдишев провел отчетную встречу с населением. Глава области озвучил актуальные вопросы развития Карагандинской области, а также определил план действий по повышению уровня жизни населения региона. На встречу собрались более 60 тысяч человек. Вся работа местных исполнительных органов власти в отчетном периоде была направлена на реализацию задач, поставленных президентом страны Нурсултаном Назарбаевым в послании народу Казахстана о стратегии «Казахстан-2050» «Новый политический курс состоявшегося государства». В рамках выполнения задач, указанных в программном документе в Карагандинской области, было проведено множество работ, касающихся жизнедеятельности населения. За 2013 год в Акимат области поступило 2325 письменных обращений и 1630 жителей региона отправили на личный блок Акима области. Затронутые вопросы горожан будут поэтапно решаться, заверил глава региона. В сегодняшней нашей встрече предшествовало 432 отчета Акима всех уровней с охватом более 45 тысяч жителей нашей области. Поступило 1088 вопросов различного характера. Сегодняшнее мероприятие является логическим завершением отчетных встреч. В онлайн-режиме подключены все города и районы нашей области, где в залах присутствует более 6 тысяч жителей нашей области. Аким также отметил, что современное образование должно иметь четкую ориентацию на рынке труда. Регион нуждается в высококвалифицированных специалистах и для этого должны обеспечить качественным образованием молодежь нашего региона. В 2013 году было выпущено свыше 17 тысяч студентов, из них 80% жителей нашей области. Что касается жилья, то в 2013 году планируется построить 310 тысяч квадратных метров, в том числе кредитное и арендное жилье для очередников и молодых семей в Караганде и моногородах области. Если посчитать количество построенных жилья за последние 7 лет, то окажется, что из 23 с лишним тысяч квартир, лишь 570 получили очередники за счет государства. На встрече также обсуждались вопросы, касающиеся коммунального характера, проблемы с питьевой водой, вопросы занятости населением, культурного развития области и многие другие важные проблемы. Также сделан особый акцент на здоровый образ жизни населения. Балжан Абдишев отметил, что в этом году начнется строительство новых спортивных объектов. Так как встреча с населением проходила в онлайн-режиме, все желающие могли задавать интересующие их вопросы. Дороги, там у нас 500 метров всего-навсего, не пройдешь, вода, света нет. А в этом году вообще не знаем, как будем добираться до остановки автобусной и как будут ходить наши дети в школу. По дорогам на этот год запланировано очень большое количество ремонта автодорог. Я думаю, в рамках этих проектов эта дорога также наша будет рассмотрена. В завершении встречи с жителями региона Аким Карагандинской области Балжан Абдишев подчеркнул, что поставленные итоги 2013 года были достигнуты благодаря мудрой политике нашего президента, основной приоритет которой – забота о благосостоянии граждан. Гульнур Жакенко, Эрад Рашитов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. С начала года в Караганде зафиксировано 91 кража личного имущества, 49 карманных краж. Активизировались и мошенники. Обо всем этом говорилось на совместном совещании с представителями общественности, КСК и частных охранных структур в УВД города. Сказать, что карагандинцы стали небрежнее относиться к собственности нельзя. Но их доверчивость порой поражает даже искушенных оперативных работников. Звонок на сотовый и под предлогом выигрыша телевизора у абонента вымогают единицы. Это мелочь, просто забава. По телефону представляются сотрудниками полиции и за крупную сумму денег предлагают освободить арестованного родственника. И ведь люди покупаются на такие авантюры. С начала 2014 года на территории города Караганды зарегистрировано 25 квалифицированных мошенничеств. Из которых 17 телефонных мошенничеств, где неизвестные лица представлялись сотрудниками полиции. И 7 фактов мошенничеств, где неизвестные лица приходят к пенсионерам и представившись работниками Караганда-Жары, Караганда-СУ и Энергосбыт. МВД Республики Казахстан разработало долгосрочную программу по противодействию кражам. Для этого необходимо организовать эффективную работу частных охранных структур, представителей КСК, общественности. С жильцами надо проводить постоянную профилактическую работу. В настоящее время в городе Караганде совершают кражи из квартир и мошенничества под предлогом пересчета денег за потребление света или воды и тому подобное. При этом документов о принадлежности к организации социального обеспечения у них не имеется. Сегодня крадут в общественных местах и на транспорт. Наиболее частыми объектами воров становятся подростки и женщины. В торговых домах и на рынках надо быть особенно бдительными. Не выставляйте на показ свои кошельки и сотовые. Наиболее подвержены кражам получат торговый дом Алем, Таир, Цум, Умай, Самал. Переложить ответственность за кражи на полицейских – дело не перспективное. Надо понять, что с воровством всегда боролись всем миром. Недостаточно надеяться только на видеокамеры и охранные структуры. Бдительность никогда никого не подводила. Сергей Высокосов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Видимо, падение курса тенге заставило наших предпринимателей обратиться к игровому бизнесу. В магазинах появились однорукие бандиты и уже стяжали себе славу опустошителей карманов. Магазины «Береке», «Юбилейный», «Гранд Стор» отдали свои торговые площади под игровые автоматы. Азартные игры у нас запрещены, но азарту молодых можно позавидовать. Игроки уже стали постоянными посетителями этих магазинов. Съемочной группе не удалось побеседовать с хозяевами игровых автоматов, но охрана все объяснила. Очень понятным языком нам разъяснили, что автоматы расположены по всем правилам и на это имеется соответствующее разрешение. Ну, все понятно без слов. Валите-ка отсюда, ребятки, пока не огребли по полной. И кто разрешил съемки? Заниматься своей профессиональной деятельностью мы имеем право. А вот поинтересоваться, почем опиум для народа, во что обходится семейному бюджету, подобные игровые автоматы очень хочется. Егорный бизнес всеми правдами и неправдами стремится быть поближе к клиенту. Вложи 200 тенге в приемник для начала и сможешь выиграть вдвое, втрое больше, если повезет. Ну, а там еще чуть-чуть, потом еще. Ну, азарт, сами понимаете. Это как хроническая болезнь. Вроде и не болит, но постоянно чего-то не хватает. Ну, автоматы игровые, это ни к чему молодежи здесь. Особенно еще в магазине. Студенты проигрывают деньги, а потом ходят голодные. Это азартные игры, ни к чему наши молодежи. Вот так и получается. Зашел в магазин за хлебушком, а вышел с пустым кошельком. Сергей Высокосов, Габиден Курышпеков, Бахтия Руспанов, 1-й Карагандинский. Карагандинцев, как и всех казахстанцев, волнует произошедшее падение курса тенге. Насколько оно оправдано? На этот вопрос мы попросили ответить заведующую кафедрой экономики и международного бизнеса Карагандинского государственного университета имени Букетова Жбе Хусаинову. Уже прошло некоторое время после черного вторника, когда одномоментно произошло падение курса тенге. На самом деле это был продуманный и выверенный шаг правительства Республики Казахстан. Экономика нашей страны является открытой и во многом зависит от мировых тенденций и стратегических партнеров. В прошлом году, чтобы искусственно удержать падение курса тенге, был частично использован золотой запас страны. Но постоянно подпитывать курс национальной валюты таким способом невозможно. Из двух вариантов девальвации был выбран одномоментный. При условии, что не происходит утечки информации, государство гарантирует невозможность всплеска спекуляций. А заменяющимися ценниками в магазине надо уметь разглядеть и оценить макроэкономические факторы, влияющие на сохранность конкурентноспособности казахстанской экономики и казахстанского экспорта. Во-первых, в течение всего прошлого года в странах с интенсивно развивающейся рыночной экономикой, я имею прежде всего пиду в страны блока BRICS, это Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, наблюдалась устойчивая тенденция к ослаблению курсов их национальных валют по отношению к доллару, что было детерминировано действием как внутренних макроэкономических факторов, так и действием объективных внешних уже интерэкономических факторов. Во-вторых, Казахстан является активным членом интеграционного объединения Таможенного союза единого экономического пространства, и в этом смысле экономика Казахстана находится под влиянием состояния экономики России, нашего главного стратегического партнера. Поэтому, если у нашего северного соседа произошла девальвация, как вы знаете, в прошлом году российский рубль девальвировал в среднем на 7%, в этом году девальвационные тенденции российского рубля продолжились, то совершенно очевидно и понятно, что необходимы были определенные корректирующие действия относительно рыночного курса казахстанского тенге, для того, чтобы сохранить конкурентоспособность отечественной экономики и конкурентоспособность казахстанского экспорта. В-третьих, необходимо принимать во внимание состояние платежного баланса. В прошлом году счет текущих операций имел незначительное положительное сальдо в 5 раз меньше, чем в 2012 году, и это происходило на фоне растущего импорта. Все это оказывало воздействие в сторону ослабевания курса национальной валюты, и в итоге, по итогам прошлого года, реально обменный курс казахстанского тенге по отношению к доллару был несколько завышен. И, конечно, следует принимать во внимание и то, что с весны и лета прошлого года в казахстанской экономике усилились девальвационные ожидания, что вело к росту валютных спекуляций и требовало от нашего национального банка решительных активных действий на валютном рынке для поддержания установленного паритета между тенге и долларом. Полный вариант выступления Жебеху Саиновой вы увидите в информационной программе «Орталык» в субботу и воскресенье в 20 часов на Первом Карагандинском. Продолжаем выпуск. Цена вопроса. Сколько будет стоить льготный проездной в общественном транспорте Караганды для старшеклассников, студентов колледжей и вузов? Местные власти внесли свое предложение на этот счет. Как прошло обсуждение с народными избранниками, знает наш корреспондент. Местные власти продолжают внедрять новые формы социальной поддержки. Это связано с последним повышением тарифа в общественном транспорте. Решили помочь старшеклассникам карагандинских школ, а также студентам вузов и колледжей и ввести именные проездные по цене 4000 тенге. Разницу от стоимости проездного билета на месяц общего пользования власти предлагают оплатить из городской казны. На доплату для 55 тысяч учащихся потребуется 323 с лишним миллиона бюджетных тенге. Этой суммы должно хватить до конца учебного года. Сейчас решается вопрос о способе реализации именных проездных для старшеклассников и студентов. Количество претендентов по сотне с лишним человек. Местные власти определили, исходя из данных городского отдела образования. Пару лет назад было почитано, что из общего количества учащихся общественным транспортом реально пользуется лишь половина. В ходе нынешнего обсуждения один из депутатов городского маслехата предложил, чтобы учебные заведения выпустили дисконты для своих учащихся или же пусть предпримут другие меры, чтобы не тратить бюджетные деньги на компенсации для частных колледжей и вузов. Если взять оплату за обучение, она составляет от 160 тысяч, от 400, по-моему, высших учебных заведений. И мы говорим о компенсации 6 тысяч за три месяца. Значит, я предлагаю как? Если эти высшие учебные заведения имеют частную форму собственности, то я предлагаю, чтобы они понизили на эти три месяца, на 6 тысяч рублей оплату за обучение. Однако в Акимате мнение депутата сочли не совсем удачным. По мнению Кайрата Бегимова, для всех учащихся должны применяться одинаковые правила, чтобы не нарушались конституционные права констальных студентов. Между тем, альтернативу решению этого вопроса недавно предложил найти и областной глава. Редакторам вузов, Акимам в области дано поручение рассмотреть возможность облегчить студентам поездки. То есть, или ведут они свои автобусы, как на примере Булашапа, или свои какие-то льготы они будут предоставлять, тоже в денежном выражении. Но сегодняшнее пока остается у нас в силе. Это единое пока решение. Николай Кровецк, Арат Рашитов, Бахтя Руспанов, Первый Карагандинский. На самом ли деле автопарки Караганды терпят убытки? Теперь об этом можно узнать без сложных расчетов специалистов. Карагандинцы придумали новую и оригинальную систему контроля оплаты за проезд в пассажирском транспорте. Пока пилотный проект находится на бумаге, но не исключено, что им заинтересуются местные власти. С необычным ноу-хау познакомился Николай Кровецк. Повышение цены за проезд в пассажирском транспорте Караганды обсуждает почти каждый житель нашего города. Вот и представители местной фирмы «Энгезу», которая занимается инновационными разработками, решили изучить эту проблему. Для этого взяли опыт соседних стран. В автобусах необходимо установить специальное оборудование, подключенное к интернету, а также терминалы, через которые пассажиры будут оплачивать за проезд. Так можно контролировать, сколько человек обслуживалось в пассажирском транспорте. Примерно оборудование одного автобуса будет в районе 700 тысяч. Но и на данный момент нами, конечно, ведется мониторинг цен, где что мы подыскиваем оборудование, где возможность минимизировать затраты. Поэтому на данный момент в районе 700 тысяч. Над этим проектом работала целая команда. Главный инженер фирмы Владимир Голубцов говорит, что ноу-хау основано на современных разработках, которые уже есть в мире. Это оплата, автоматизация и упрощение человеку жизнь. Время идет, развиваются новые технологии, а жизнь у нас медленно, медленными темпами идет к этому развитию. В Европе уже давно пришли к этому, цивизионное общество. У нас потихоньку-потихоньку надо тоже развивать, внедрять. В автопарке города представители фирмы еще не обращались, потому что пассажирские организации будут не заинтересованы в том, чтобы внедрить данную систему на своем транспорте. Ведь необычный проект начнет контролировать доходы автопарков. Основным плюсом для государства это будет то, что будет контроль, жесткий контроль. И как мы объясняли до этого, что будет подсчет конкретных цифр по дотации, сколько перевозчик перевез именно тот свой население, который именно по социальным проездам ездит. Этот проект разработчики уже изложили на бумаге и отправили в различные организации, в том числе и в городской Акимат и Министерство транспорта страны. Только внедрят ли новую систему оплаты за проезд в автобусах шахтерской столицы, пока неизвестно. Николай Кровецкий, Рад Рашитов, Бахтиар Успанов, Первый, Карагандинский. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. И еще об одном. Молодежь Карагандинского государственного университета вышла на актерскую сцену. В актовом зале главного корпуса студенты читали стихи Абая и даже сыграли переведенную ими на казахский язык басню Ивана Андреевича Крылова «Стрекоза и муравей». Для университета это уже стала традицией – каждый год устраивать абайские чтения на большой сцене. В этом году студенты решили разнообразить это занятие и стали режиссерами и актерами, поставив маленькую сценку «Стрекоза и муравей». «Стрекоза с азиатскими глазами» и «Муравей-работяга». Студенты придумали весь необходимый инвентарь. Крылья, костюм муравья, домик и другие необходимые вещи сделали сами. Что касается стихотворения Абая, то в этом году студенты превзошли самих себя. Красивые слова из произведений великого писателя декламировались на одном дыхании. Зал замирал от восторга, ведь творчество Абая Кунамбаева в Карагандинском государственном университете знают не только из учебников. Гранит науки тверд, его осилить надо, но и духовное обогащение в Каргу не отодвигается на второй план. Зрители в зале получили хорошее настроение, а участники чтений – поощрительные призы от своего университета. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин